Друзья, всем привет! Представьте себе такую ситуацию. Вы идете по городу, вам поступает на ваш телефон звонок из организации, которая задает вам вопрос. Здравствуйте! Называют ваше имя, фамилию, отчество. А вы оформляли несколько недель назад займ. Вы, собственно, встаете в ступор. Какой займ? Какие долги? Вы ничего не просили? Вы просто проживаете обычную жизнь. Прибегая домой, вы садитесь за компьютер, начинаете бить по кнопкам, ищете кредитную историю, забиваете свои данные, и вы увидите, что на вас действительно висит долг. Откуда этот долг? Как он появился? Вот сегодня мы разберем такую вот ситуацию, которая может произойти абсолютно с каждым человеком. Особенно с теми, кто думает, меня кинуть? Да никто меня никогда не кинет, я сам любого кину. Друзья, присаживайтесь поудобнее, сегодня будет интересно. Прежде чем мы начнем, 17 секунд спонсор этого видеоролика, после чего мы переходим к основной теме выпуска. Заболевших коронавирусом. Коронавирус зафиксирован во всех. Терпение мое лопнуло. А это вам. Ну, наконец-то. Купи телевизор БиКью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. И сегодня у нас есть замечательная возможность пообщаться с человеком, который оказался в такой ситуации. Давайте с ним познакомимся. Егор, привет. На улице минус 16, перчатки снимать не будем. В первую очередь, хочу тебе сказать огромное спасибо, что ты вот решил на камеру, да, людям донести свою неприятную историю. Вот расскажи, пожалуйста, ты шел по улице, тебе звоночек. Как это все было? Ситуация была в 2019 году. Это был июль месяц. Насколько я помню, 26-е. Делал свои дела предпринимательские. И поступает звонок с вопросом, подавал ли я заявку на микрозайм. То есть, самый основной момент, это микрозаймы, вот эти 10, 15, 20 тысяч. Но факт в том, что был звонок на мой личный телефон. Это меня уже смутило. Во-первых, откуда мой личный телефон и так далее. Соответственно, заявок я никаких не подавал. Меня это немного напрягло. Мне назвали даже номер телефона, с которого была подана заявка. И, собственно, собрав вот эти первоначальные данные, Пойдя домой, забив кредитную историю в БКИ. Все, наверное, знают, что можно проверить кредитную историю по БКИ. Я увидел, что 21 июля на меня было подано 6 заявок на микрозайм. Разница, это было ночью, там 15-20 минут. 6 микрокредитных организаций. Сейчас, секунду. То есть, получается так, что пока ты находился дома, была ночь, ты спал, кто-то подавал заявочки для того, чтобы на тебя оформить кредит. Друзья, вот здесь на секунду. Сейчас кто-то из вас сидит, смотрит ролик, кто-то спит, еще что-то. Это было в 19-м году, такое происходит. И в 20-м году, и в 21-м году такое, конечно же, будет происходить. Суть в том, что из 6 заявок одна была одобрена. То есть, это прямо было видно. Это была самая первая заявка, она одобрена и 5 штабелями отказана. Собственно, от одной, кто отказал, был звонок. То есть, эти ребята, на самом деле, одна из компаний, которым я благодарен. Если бы не они, я бы об этом ничего не узнал именно на таких ранних этапах. Потому что прошла еще неделя. Соответственно, я пошел в полицию писать заявление тут же, прямо в этот же день. И звонить в эту микрокредитную организацию, которая на меня, собственно, дала займ в 12 тысяч рублей. Ну, давай по порядку. Ты пришел в полицию, ты им рассказываешь. Наши доблестные полицейские как отреагировали на такую задачку? Да, на самом деле, мне сказали, все очень просто. Ты не пострадавшее лицо, пострадала здесь микрокредитная организация, ну, можешь написать заявление. То есть, они этим таковой какой-то практики нет. Потому что полиция у нас киберпреступление еще не ищет в таком понимании. Я понял, что от полиции ждать нечего, буду решать сам. Позвонил в микрокредитную организацию, они подтвердили факт займа. Но что меня больше всего смутило и удивило, то есть, по сути, звонит человек, объясняя ситуацию. Их можно понять, что звонит заемщик. Спустя неделю, говорит, я не брал. И можно понять, что звонит человек, которого обманули. И как бы давайте разбираться. Но никто разбираться не стал, потому что заявка еще не просрочена. То есть, вот, я позвонил, мне не коллекторы звонили, да, именно вот, я позвонил еще, заявка была действующая. Понимал, что в этой ситуации пока сделать нечего, они мне сказали, что там мои паспортные данные. И самое что удивительное, фото с моим паспортом. Это где я стою и держу фотографию с паспортом. Вот до этого мы сейчас с тобой дойдем. Вот смотри, давайте, друзья, чуть-чуть забежим наперед. В чем тебе повезло? То, что первое, тебе позвонили, и ты сразу узнал. Если бы ему не позвонили, что происходило? Прошел бы месяц-два, ты бы, естественно, ничего не платил. И те, кто совершил мошеннические действия тоже, пошли бы проценты. Ребята, микрофинансовая организация, это когда ты взял 12, а через 2-3 месяца ты должен 120. Ну, условно, там проценты могут убежать очень быстро. Кто-то скажет, что сейчас с этим чуть-чуть по-другому. Факт в другом. Ты будешь в любом случае должен за то, что ты не брал. Что дальше? Ну, дальше, по сути, оставалось ждать, когда наступит просрочка. Как бы это банально не звучало. Потому что, ну, как бы организация ничего предпринимать не хотела на ранней стадии. И документы мои же личные, которые якобы я предоставил на микрозайм, они мне не готовы были предоставить. Ну, я, соответственно, написал на e-mail, написал заказное письмо. И начал вообще ее искать. Компания зарегистрирована была не в Москве. Вернее, зарегистрирована в Москве. Но офис у них по сайту не в Москве. И, соответственно, как бы начал искать в интернете, что, куда, как, зачем, почему. Извини, пожалуйста, Егор. А на тот момент, когда ты искал, не находил отзывы похожих людей, кто оказался в такой же ситуации? Да, собственно, это и была цель, как бы вообще найти единомышленников и понять вообще, что делать. Есть ли как бы систематические ситуации, либо это разовая какая-то, да. Я наткнулся на банкеру, в принципе, всем известный сайт по этой деятельности. И мы там уже на некоторых площадках начали искать подобные темы. Я заметил, что эти истории начали происходить чуть раньше, и с весны, и с начала лета. С 19-го года. Да, да, да. То есть, ну, были, по крайней мере, общения, темы на эти истории по микрозаймам. И, соответственно, там нашел именно похожие ситуации. И там одна из ситуаций была, что на юриста оформили, по-моему, 10 или 12 микрозаймов. Ну, это дальше пригодится, эта информация, потому что этот юрист чуть помог нам, всем вместе. И дальше, соответственно, с этими ребятами мы попали в чат определенных пострадавших. Кто, на кого были тоже оформлены микрозаймы. И началась вот эта история, что начал лично искать, потому что полиция никаких действий не предпринимала. А, еще перед этим меня написал в прокуратуру даже. То есть, в принципе, написал во все возможные инстанции, куда можно было. Решил проверить, как работает вообще наша система и поможет ли мне государство. ЦБ, как бы, Роскомнадзор по согласию на обработку персональных данных и так далее. Пробили компанию по, соответственно, юридическим адресам. И, благо, я жил недалеко от центрального офиса, как оказалось. Придя туда, потому что по телефону мне никто не говорил, что офис есть в Москве. Все говорили, что офис находится в другом регионе. И вам надо туда, и то он не принимает физлиц. Я пошел туда просто вот на дурака. Найду, не найду. Каково же мое удивление было? И удивление ребят, которые там сидели, что я их нашел. И, как бы, вот они живые, существуют в Москве. Там целый офис, штат и так далее. Мы пообщались с человеком, который занимался этими вопросами. Уже не первый я обращался. Он принес мне распечатку с моей фотографией, где стою я и держу паспорт. Вот это вот ключевой момент, на самом деле, вот сейчас начинается. Вот давай теперь копнем, как это все произошло. Теперь ситуация такая. Было две фотки. Первая я с паспортом, вторая просто фото моего паспорта. Так как сейчас очень развита практика дистанционной регистрации в банках, в каршерингах и так далее. Я понимал, что я, как бы, ранее уже отправлял свои персональные данные таким образом, но напрямую в компанию. То есть старался не отправлять на e-mail или еще куда-то. И получается, что примерно все фото разные были. Мы с ним пообщались. Он сказал, что, скорее всего, это один из каршерингов. То есть мы всегда вот делаем вот эту фото туда. Долго не думая, я взял эту фотографию. Все. Он сказал, что вопрос решим. Обязательно вы не первый. И, соответственно, также я решил написать во все каршеринги, в которых был зарегистрирован. Их тогда было три или четыре штуки, по-моему. И решил уточнить, чтобы мне мои персональные данные прислали обратно. Не все это согласились сделать. И не ко всем можно приехать, в общем. То есть сразу видно, что где-то более-менее ребята работают. Но та компания, с которой утекли данные, они мне просто их прислали. То есть, соответственно, мог написать любой другой человек от моего имени. И ему прислали бы мои персональные данные. То есть, по сути. То есть, вот так вот я нашел, именно попал в десятку, где фотография была именно та самая. Я еще помню, что когда мы с тобой общались до записи, что один из ключевых моментов, когда ты смотрел на эту фотографию. Ты вспомнил, что фотографировался ты на одной из съемных квартир. И, соответственно, что-то там кусок какой-то узнал. Ну да, получается, что момент в жизни был именно тот, когда я регистрировался в этом каршеринге. Я узнал себя по кофте, которой я там был в тот момент. И я понял, что эта кофта была в таком-то году. То есть, и стену мы переклеивали там. Чисто узнал вот так. Друзья, мы вам рассказываем все подробно, детально, как это происходило. Чтобы вот этот один ролик, вот если, не дай бог, кто-то окажет в такой ситуации, вот увидев его, вы будете понимать все последовательности действий Егора. Потому что, на самом деле, многое проделал. Я знаю, что существуют люди, которые уже рассказывали о том, что на них вешали там аж по 3 миллиона рублей. На кого-то больше, меньше. Факт в том, что это самое натуральное мошенничество. И происходит это путем того, что он зарегистрировался в каршеринге. Кто из вас пользуется каршерингом, а? Не слышу. Многие пользуются каршерингом. И, соответственно, утечка персональных данных. Человек спит. На его данные берут всякие микрокредиты. На него 12 тысяч, на другого 50, на третьего 100. И, таким образом, кто-то катается на новом Мерседесе по Москве. А Егор бегает и доказывает, что он в этом не виноват. Что происходило дальше, когда ты вот всю эту цепочку выстроил, везде все написал? Ситуация, на самом деле, не быстрая. То есть, это началось в июле, учитывая, что я сам спохватился. Как правило, это еще через 3 месяца у людей начинается. Я спохватился сам с первого дня практически. И длилось это на протяжении 3-4 месяцев, общавшись со всеми юристами. Мне тоже сказали, что это от полугода до года. Вообще, это вся история, что все закрыли. Благо, в нашем случае, учитывая, что мы сократили дистанцию с ребятами, то есть, кто-то подключился, какая-то информация. Плюс я очень такой человек. Я не оставляю всегда, я иду до конца. То есть, мне прям надо добиться. Я еще замучаюсь их по пути. И получается, что, когда мы пошли второй раз в эту организацию, уже с ребятами, я еще взялся в заявление о регулировании всех этих отношений досрочно. То есть, именно с микрокредитной организации было написано заявление. Мы поставили печать. Это одна из бумажек, которая мне тоже помогла. То есть, она до сих пор у меня хранится, что я им отнес. И они пообещали удалить это все, чтобы нам никто не звонил. Нам уже начали потихоньку звонить коллекторы. То есть, уже начали долги ваши продавать. Да, да, да. Благо, как бы, ну, в этой ситуации, по крайней мере, мы, видимо, они понимали, что это масштабная история, не разовая. То есть, и общались с нами нормально, и выслушивали, как бы, и пытались помочь. Те же ребята, кто звонил по выбиванию долгов. Вопрос. Хоть раз было такое, что в процессе общения тебе сказали, так, слушай, Егор, вот твой паспорт, вот заявление. Ты брал кредит, ты мошенник, ты виноват, плати. Вот какой-то такой был. Когда я пришел именно в организацию, первый раз, с ноги, скажем так, открыл дверь, потому что был очень злой. Ну, они мне принесли действительно мои паспортные данные, сказали, ну, вот ваши, как бы, данные. Я говорю, ну, это не я, потому что телефон не мой. Я говорю, хорошо, деньги выведены, куда? Куда были деньги выведены? Деньги, это дальше история, потому что сначала я писал первое отделение полиции по своему району, где я живу. Там вообще это тишина, оттуда мне, по-моему, даже ничего и не пришло. Мне пришла бумага об отказе в возбуждении уголовного дела. И вторую бумагу я писал именно заявление в полицию, там, где зарегистрирована компания по тому юрадресу. Оттуда уже пришла бумага в 2020 году, что претензий ко мне нет, и с микрокредитной организацией я урегулировал. Ну, это немножко в будущее уже забегаю. То есть из полиции пришла такая одна бумага. И третью бумагу я писал в тот регион, в ту полицию, где именно офис находится. Оттуда, собственно, с регионов ребята с полиции сработали очень классно. То есть из Москвы никто не звонил, оттуда мне позвонил следователь. И, собственно, мы с ним проработали эту ситуацию. Он сходил туда, в офис микрокредитной организации, взял все данные. Он говорит, да, действительно, вижу у вас паспорт. Но ему дали еще запись разговора и дали, соответственно, номер карты, куда выведены средства. Запись разговора, грубо говоря, типа тебя, ну, того, кто брал тебя. Типа меня, да, типа. И что там было по разговору? Ну, соответственно, вообще другой человек. Во-первых, он со мной общался, да, следователь, понимаешь, что это другой человек. Плюс адреса не совпадает, то есть которого он называл якобы адрес регистрации мой. Проблема еще в том была у микроорганизации у этих, то, что была только одна фото лицевая, не было прописки. И когда он указал адрес якобы моей регистрации, соответственно, это был вообще левый адрес. И как бы он его назвал. И тем не менее кредит все равно вообще здорово. Там была еще смешная ситуация, что по телефону ему одобрили 8, а потом еще, по-моему, перезвонили или тут же догнали, еще 4 дали. Ну вот, видите, друзья, вот это вот, вот она вам, пожалуйста, реальность. И с одной стороны, казалось бы, 8-4, но это все вырастет, это долг, это все под проценты. И самое главное, вот за 12 тысяч, вот вы представляете масштаб, сколько нужно было бегать, тратить личного времени, доказать, что ты этого не делал. Ну и дальше получается такая ситуация, что если кто-то скажет там, ну, вы сами регистрируетесь в каршеринге, вы сами виноваты, как бы вы сами отправляете фото, я согласен, это моя ответственность, но среди этих людей были люди, которые не регистрировались в каршеринге, никогда. Это просто предприниматели такие же. Видимо, откуда-то утекла просто база данных. То есть им показывают как, стоит парень, держит фото паспорта, например, на фото паспорта и живой человек он, а паспортные данные как раз того человека, на которого оформили займ. То есть вообще левый, который не зарегистрирован нигде, просто с помощью фотошопов и всех остальных махинаций. То есть даже такие сложные, типа, казалось бы, махинации, но, тем не менее, займы выдают. То есть это получается абсолютно любого из нас, кто хоть раз, куда-то, когда-то светанул свой паспорт, основной, главный документ могут взять, вот так вот, как говорится, нагнуть и, опа-на, все, пожалуйста, оформлен. Даже если просто данные были в таблице Excel, их можно подставить под любой паспорт, по сути, и взять микрозайм. Вопрос единственный только в том, что деньги выведены на банковскую карту кредит Европа-банка. То есть я озвучу это, потому что это реально крупный банк. И здесь меня смущает то, что, ну, как бы у меня там счетов не было и нет, но именно туда выведены деньги, каким образом это происходит, мне непонятно. То есть вся цепочка, она видна в открытую, вот, люди поработали. Егор не следователь, не ФСБшник, не прокурор, ну, просто человек. Ну, вот он, пожалуйста, сам все прошел и выстроил целую цепочку. Соответственно, если бы люди специально обученные на это, да это можно было бы вот так, чик, и все. И шею сломать тем, кто это делает. Но этого никто не делает. Смотри, чем закончилось у тебя? То есть с тебя долг списали? Да, мы когда пошли толпой с ребятами еще раз, мы уже, по-моему, в третий раз пошли. Пострадавших таких. Да, 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 просто. Ну, там у нас 3-4 человека было, но в чате поболее, больше десятка. Собственно, нам пообещали, что все это аннулируют. Спустя какое-то время всем начали поступать письма на e-mail, что с вас, ну, бумага вот эта онлайн, что с печать, вы ничего не должны, договор аннулирован. Но получилось так, с течением обстоятельств, и чему я очень благодарен, что мне надо было отправиться в тот регион, где находился офис. Так. И я полетел в октябре, по-моему, туда, дошел еще до этого офиса, постучался к ним, зашел, мне дали бумагу с печатью. Живую? Да, вот эта бумага, она у меня до сих пор хранится на всякий случай. Ты после этого уже проверял свою кредитную историю? Ты сейчас нигде не отображаешься, как там? Я проверяю, да, здесь тематически ее, то есть отображается, там, займ мой, условно, да. Реальный. Все, все, да, старые закрытые займы, они отображаются. Также параллельно я потерял паспорт, это одна из рекомендаций, если вдруг что-то, да вообще просто рекомендую потерять вам паспорт. Вот это важно. Просто если вы сидите сейчас, потеряете паспорт. Потерять паспорт, соответственно, прийти написать заявление для того, чтобы вам выдали новое. Здесь ничего сложного нету, тем более сегодня это, в принципе, делается быстро, тем более через портал госуслуг, через МФЦ, это все можно прийти оформить. Для чего? Обновиться. Соответственно, у вас будут новые цифры, старый паспорт недействительный. В такую ситуацию, когда где-то всплывут наши с вами паспортные данные, соответственно, вы уже не попадетесь. А с новыми данными быть предельно аккуратными. И по минимуму их вообще светить сейчас, когда обновляем паспорта, сразу же отовсюду, от банков, везде, от всех организаций приходит, что обновите данные, ваши данные недействительные. То есть это быстро, очень сильно. Да, да, да. А вопрос такой напоследок. Вот из того, что ты прошел эту ситуацию, как ты думаешь, ты не мог попасть из-за этой неприятной ситуации, за эти 12 тысяч в какой-нибудь черный список банка? Если ты в дальнейшем реально захочешь взять кредит, тебе скажут, а, ты плохой, там какой-то мутный, ну вот из-за этого. На самом деле у меня была такая мысль уже, так как я периодически пользовался кредитными средствами, кредитная история была хорошая, но я думаю, блин, может вообще забить. Я советовался с юристом, думаю, есть ли шанс вообще разбираться в этом изначально. То есть когда я был зеленый, еще прям первые дни, мне сказали, ну это от 6 месяцев до года. Ну как бы я не испугался, начал все-таки это делать, действовать. И мне сказали, что если ты не будешь платить, ну реально испортишь ее. И то есть как бы шансов того, что тебе дадут что-то еще где-то, ну нет. И то есть даже может быть такая легкая подводка, правильно понимаю, к тому, что взвешивая, блин, какая-то хрень, так, лучше пойти 12 тысяч отдать, закрыть долг досрочно, и пойти уже там что-то со своим паспортом делать, чтобы в такую ситуацию не попасть. Ну здесь получается, что я соглашаюсь с тем, что у меня мои принципы, да, они пошли. То есть у меня было два варианта. Не платить вообще, испортить кредитную историю, либо заплатить. И тогда получается, что я согласился и признал себя виноватым. И то есть вся вот эта моя история, там, полиция, оры в микрокредитной организации, ну как бы выставляет меня реальным заемщиком. Мне это не понравилось, я пошел, собственно, эту проблему решать. Нет, ну просто я к тому, что это очень хороший ход, друзья. Вы вдумайтесь, Егор не пошел. А кто-то скажет, блин, не обязательно же там 12 тысяч на кого-то могут повесить 5 тысяч рублей, а человек там зарабатывает, ну гораздо больше. Для него будет проще пойти пятак отдать, а мошенникам это все на руку. А один закрыл, второй закрыл. То есть ситуация такая, что, ну, в общем, меня это удивляет. От того, что с этим никто никак не борется. Полиция у нас, естественно, в шоке. Егор, приближаясь к завершению, расскажи финалочку. Вот ты писал письма в Центральный банк. Понятное дело, что все остальные, как я понял, тебе ответа внятного не дали. Центральный банк что сделал с своей стороны? Центральный банк тоже, по сути, отправил меня в полицию, сказал, что Центральный банк не занимается штрафами, аннулированием, ну, как бы кредитных этих МФОшек. Они сказали, что все с полицией, и туда меня отправили. Но благодаря тому юристу, который, собственно, попал в такую же ситуацию на банке.ру, которого я нашел, он нам помог, дал шапки документов, то есть, собственно, досудебное урегулирование в МФО, которое я относил, это его шаблон. Также исковое заявление, но благо оно не пригодилось, так как мы все урегулировали с МФОшкой. И, собственно, претензию по поводу моей кредитной истории, то есть, то, что без моего согласия залезли в мою кредитную историю. Вот эти шесть микрокредитных организаций, это заявление было. Я его отправил, собственно, и в дальнейшем уже меня приглашали в Центральный банк на слушание по каждой организации. И каждую организацию штрафовали на 50 тысяч рублей. Я посчитал это, как бы, такую историю, что если хотя бы такой один человек, как я, будет ходить микрокредит, ну, как бы, и подавать заявление, и компания будет штрафовать, то когда у нас будет 10-100 человек, то просто хотя бы микрокредитные организации будут думать, как обезопасить эту историю, чтобы не выдавать займы налево и направо, так как это их бизнес. То есть, я ребят тоже понимаю, потому что, ну, это реально их бизнес, и они пострадали. То есть, какой-то левый третий человек взял деньги, им придется отдавать, им придется платить, и их бизнес страдает. Ну, по сути, репутация страдает на рынке. Ну, по сути, как бы, ситуация завершилась для всех благополучно, всем все аннулировали. Ну, и, в принципе, в январе еще получил, как уже сказал, от полиции документ, что претензии нет. И, короче, ты никому ничего не должен, ты это доказал, оштрафовали в пользу, естественно, государства. Соответственно, тебе никто ничего не дал. Спасибо за то, что ты это дело провел, естественно, не сказал. Вот давай, пожалуйста, от тебя послушаем советы для нас, для людей. Ты через это все прошел. Кратенько, на что ты рекомендуешь людям обратить внимание сейчас, чтобы не вляпаться в подобную ситуацию? Ну, лично мой совет, реально, то, что я вижу на ближайшие 10 лет, то есть, первое это десятилетие, это бум с проблемой с персональными данными. Мы реально относимся к ним очень халатно, налево-направо раздаем, фотографируем паспорта, регистрируемся. Мой совет относиться к ним очень бережно. То есть, сейчас мобильный телефон, это все. То есть, подписи все происходят с мобильного телефона. То есть, это ваша, как бы, личность и ваш паспорт. Все, то есть, эти, мне кажется, два, ну, назовем так, документа, да, это самое важное. То есть, оберегать, знать, на кого оформлен твой мобильный телефон, на тебя или на третье лицо, чтобы третье лицо не переоформило мобильный. Кстати, тот мобильник был вообще на какую-то компанию оформлен. Поэтому найти мошенников тоже никак не получается. И, соответственно, паспорт. Обновить паспорт, быть спокойным, потому что, обновив паспорт, сразу каршеринги все это теряют свою силу. Ну, а дальше уже решать, обновлять в каких организациях или не обновлять. И, собственно, пользоваться четко определенным списком компаний, которым вы доверяете, хотя бы чуть-чуть. Друзья, вот такая вот невыдуманная история, как я сказал, может произойти абсолютно с каждым. Обязательно пишите. Если вы вдруг оказались в какой-то неприятной ситуации, вам нужна помощь. Без проблем приезжайте, мы снимем вашу историю, придадим их огласке. Возможно, вам это поможет. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше будет выходить больше полезных роликов. Подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там выходят все свежие новости по каналу. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok